Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии и я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями. Ну а сейчас выходные во Франции. Заехали в магазин. Как видите, не очень чисто, но плюс, что в воскресенье этот магазин работает. Да, только до обеда, но ничего, нам подходит. Быстренько закупим продуктов. На 98 евро получилась закупочка. Взяли мясо и попробую сделать творожок. Овощи можно уже не покупать. Вот такие помидоры собрала у себя в огороде и малина красная и желтая. Захотелось сегодня фастфуд, картошку фри. Пошли за картошкой. Выкапывать пока не будем. Будем брать то, что лежит уже на поверхности. Я хочу помидоры попов. Помфриц. Помпфриц. Ум, пожалуйста, висок, а не рот. Здесь есть висок. А, это не хорошо для помидоры. Это для братики. Висок, а висок, а висок, а висок. как вы мне сказали что пора уже собирать чеснок но я его не могу найти потому что картошка его полностью завалил бы вытащить 1 видите какой он маленький на все потому что было очень много дождей итак вот такая хорошенькая картошечка у нас получилось и буду делать и теперь по-домашнему прямо с кожурой мелко нарезала и обжариваю ее на масле вместе с луком и в конце добавляют чеснок пальчики ну а здесь для бургера идет подготовка купили очень интересный бургер из говядины но как выяснилось внутри прослойка сыра он очень сочным практически с кровью булки тоже необычные какие-то из много зерновой муки так что фастфуд по-домашнему у нас сегодня на ужин сверху выкладываю яйцо пожаренная как глазунья накрываю горячей булочкой с сыром который уже полу расплавился такая вот получается вкуснятина и конечно же салат колесо капуста с морковкой приятного аппетита так вот видно как ездил робот мит гифюле бьет мит либо у нахар бердегу а блюмхен хастушен давай подкалываю беата что он вырывает сорняки без чувств как он мне прошлый раз сказал что я очень жестоко обращаюсь сорняками ну и я его подколола что он их складывает теперь в пакете чтобы захоронить с почестями видите уже с утра порвал бурьян и как говорит беат если тщательно следить не запускать то и работы будет меньше а у нас расцвел опять фиолетовый мак а те что отсвели уже создали коробочки но как выяснилось их есть нельзя эти маки это просто декоративное растение и и кстати созрели первые астры а такие яркие получились как раз под наш цвет и стиль у нас их очень много разных сортов это вторая партия то что беат уже докупил после наводнения поэтому подождем пока другие распустятся ну какого черта надо сюда ехать и застревать я ничего не понимаю зачем ты сюда все нет дороги здесь нет нету здесь дороги давай написано что едешь на зарядку зарядка у тебя совершенно в другой стороне иди отсюда давай 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 глаза свои открывай с утра пораньше какого черта вон туда иди вон туда иди поехали нет поехали поехали ладер станцион давай да 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 Слышишь? все давай уже едь на зарядку ищет зарядку и не может найти зачем все время в какие-то кусты о виноград помните кто-то писал боже в камень посадили виноград в камень да в камень вот так вот он себе растет видите вот тоже система орошения но 5 говорит это все очень у нас ураган открыл дверь в этом сарае и послушайте как лет бурчит сам собой сам себе поднос я пока исследую еще один сарай как прохладненько в них внутри кстати у меня была даже идея сделать здесь массажную комнату но тут такие старинные паутины я так понимаю им тут лет по двадцать тридцать и кстати каждый раз что-то новое нахожу посмотрите целый рулон сетки панцирной и прицеп интересно он рабочий или нет каждый раз находим и видите какие-то инструменты наверху цепи что-то подвешивали здесь скорее всего тут тоже были какие-то животные как вы думаете о май гад не надо тебе туда вещь прям старается хочет обязательно туда заехать давай мимо 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 вот видишь опять едет по скошному вот же рядышком дорожка где можно поработать а зато эмили сейчас раздолье до поскошенной травке ходить совсем другое дело моя красотулечка прекрасная погода буквально за час все высохло великолепно тряпки все улетели до эмили улетели все тряпочки я сейчас буду вот тут убирать займусь а Продолжение следует... 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 вот а я сейчас иду в наш ресторанчик приватная территория нельзя на эту лодочку заходить но это ясно и понятно мы туда не идем мы идем дальше и так мне уже намного понятнее и яснее все слова уверт это открыто ферме это закрыто так что даже при общении с людьми мне теперь намного все понятней и даже могу изъясниться сейчас посидим здесь вот так столько много людей на обед вау посмотрите наши бабулечки какие огромные помидоры и как видите они тоже без какого-либо навеса кстати какие огромные сливки выросли ничего себе вот на ребяту показать потому что он не понимает когда листья конечно все пожухлые от того что под прямым дождем стоят но все равно результат посмотрите какие они огромные я картошечку она уже выкопала и здесь тоже еще один куст как дерево до помидорная и все очень очень крупные и мне нравится этот маленький курятник у нее крошечный домик и курочки там под навесом такие красотки у меня всего три штучки но видите этого достаточно и все эти как они газон уничтожая до полностью его выклевывают так красивенько здесь смотрите у меня еще не зацвел этот куст интересно почему здесь тоже розочки красивые одна живет бабулечка смотрите как все тут ухожено у нее так а это наши соседи строили строили бассейн они просто купили кусок участка для бассейна и в итоге мы их не видим чтобы они купались на этом бассейне сокровища не ну это уже не смешно я не понимаю как он сюда запер но как он сюда зашел и вопрос по чему что с ним спасибо дорогие что посмотрели этот сюжет до конца спасибо за ваши лайки за интересные комментарии увидимся с вами уже завтра пока пока